Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. Ночью в отдельных районах сильный дождь с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер восточный 6,11 метров. Температура воздуха ночью плюс 9,14, в горах плюс 3, плюс 8. Днем до плюс 24 тепла и местами до плюс 15. В Черкесии ночью кратковременная дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12,14, днем плюс 21,23 тепла. В КЧГУ имени Умара Алиева прошел республиканский конкурс научно-исследовательских работ и социальных проектов «Многоликая Карачаева-Черкесия». В нем участвовали школьники и студенты колледжей вместе со своими научными руководителями. Данный конкурс проводится в целях развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся путем совершенствования навыков исследовательской работы. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Участники республиканского конкурса «Многоликая Карачаева-Черкесия» состязались по таким номинациям, как «Политика», «Экономика», «История» и «Культура». Это прекрасная возможность детям развивать научно-исследовательские навыки, имея важное значение для их будущей профессиональной и личностной ориентации. Проректор по научно-исследовательской работе КЧГУ Марина Кубанова подчеркнула, что данный конкурс уже является традиционным, который собирает талантливую молодежь республики. Приветствую на нашем мероприятии и надеюсь, что оно будет очень знаковым в вашей жизни. Поскольку цель и задача этого конкурса – это стимулировать научную деятельность, активизировать и стимулировать научную деятельность молодого подрастающего поколения, я думаю, ваши педагоги, которые вас сомитировали на участие в этом конкурсе, вносят такой очень большой век, уже не надо процесс. Роль молодежи в политической жизни региона, условия успеха молодежного бизнеса, экономика Карачаева-Черкесии в условиях ужесточения санкций, история перспективы развития туризма в республике, здоровый образ жизни и вредные привычки, искусство изготовления войлочных ковров, истории населенных пунктов региона и многие другие темы были освещены юными следователями. Сегодня я вам расскажу о происхождении халвы, халву, то есть всенародной нашей республики. Консервативные по культурной традиции абузин тесно переплетены с кулинарным изобретением предков, которым дорожат абузины сегодня. В рамках конкурса для всех участников была организована экскурсия по археологическому музею Качагу. Его заведующий Ахмат Айбазов рассказал о представленных экспонатах и ответил на вопросы ребят. У нас музей отличается тем, что он исключительно археологический, я уже повторяю, видимо, это все находки, они обнаружены на территории Карачаева-Черкесии. Чтобы вы понимали важность во всех смыслах, самым древним предметом является предмет, которым более 5000 лет на сегодняшний день. Они все обнаружены на территории Карачаева-Черкесии. Мероприятие продолжилось конкурсом национальных блюд, который стал также способом популяризации и сохранения культурных традиций Карачаева-Черкесии. Конкурсанты представили кулинарные работы и рассказали об истории появления этих национальных блюд. С пирогами по сети связан обряд, который называется «Три пирога». Обычно сетинские пироги готовят на большие ритуальные, семейные или религиозные праздники. По завершению республиканского конкурса исполняющий обязанности ректора Качагуу Таусултан Узденов высоко оценил работы участников и подчеркнул, что эти состязания дают толчок в изучении богатого культурного наследия Карачаева-Черкесии. Если вы любите Карачаево-Черкесию, а любовь бывает крепкой, прочной, когда любовь подкреплена знаниями, наши эмоции, чувства, они продолжительны, они нерушимы, когда наполняются чем? Пониманием, осознанием. И вот наша работа направлена именно на это. Победители и призеры республиканского конкурса были отмечены дипломами и денежными сертификатами. Алихан Липшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Иссентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе. Для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Мамма миа! С 10 июня в Кисловодском цирке. Сладные тигры, бизоны и другие удивительные животные в программе «Счастливый билет». Телефон 2-96-58. Категория 0+. Улыбка возвращает зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А. 43-73-87. Только 9 и 10 июня с 9 до 19 часов пройдет ярмарка от белорусской фирмы «Марка». Женские и мужские модели обуви из натуральной кожи, а также куртки и ветровки. Черкесск, улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства. Продолжение следует.